Помолимся? Господи, благослови наше занятие. Не допусти нам уклониться ни направо и ни налево от истинного понимания смысла Слова Твоего. И пребудь с нами в этот день. Тебе высылаем славу. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Продолжаем занятие. Читать. Шестая глава. Евангелие Туана. Остановились. Так. С 1 по 4 стих. Так. Кто у нас? После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тевериады. И за ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на горы и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Озеро называется Молем, потому что божественное писание собрание вод назвало морями. Бытие 1.10. Восходит на горы, потому что желает сообщить ученикам нечто таинственное, ибо он обыкновенно всегда так делал, потому что тому, кто имеет вести такую речь, нужно быть свободным от всякого смущения, и местным нужно свободно от всякого шума. С 5 по 9 стих. Иисус, возведя очи, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольны будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. И один из учеников у Андрея, брат Симона Петра, говорит ему, и здесь есть у одного мальчика пять хлебов, ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? Толкование. Для чего сказано Иисус, возведя очи? Для того, чтобы мы знали, что очи его не блуждали там и сям, но он сидел с сознанием и вниманием, и сосредоточенностью беседуя с учениками о предметах божественных. И, наконец, воззрел очами и спрашивает о народе, чем бы его накормить. Испытав Филиппа, имеет ли он веру, и открыв, что он не свободен еще от немощи человеческой, таковым же находит и Андрея, хотя его представление было несколько выше Филиппова. Да постыдятся манихеи, которые говорят, что хлеб и все созданное есть произведение бога злого. И посему, если кто подаст им хлеб, не берут он и из рук его, но приказывают бросить его издалека. Сами же стоят и поклинают подавшего. Посеешь и тебя хлеб, пусть сам рассеется. Моловший тебя, пусть сам измолот будет по телу. Прочие подобные. Да постыдятся же, когда слышат, что Христос, Сын Бога благого, умножал хлебы. Если бы они были злым творением, благие не умножал бы зла, не говоря уже о том, что и сам не стал бы есть хлеба. Да, ну и дилетики, конечно. Я даже сейчас представить не могу. На основе ничего они так интереснее считали. Вопрос можно? Да, конечно. А вот тогда Филиппа испытал медлевую веру. В чем он веру его испытал? Ну вот он, он ему такой вопрос задал. Вообще, в принципе, это невозможный. Невозможный то, что где взять хлеба? Ну да. Где нам, где взять хлебов, чтобы их накормить? Говорил же, это испытываю его. И бы сам знал, что хотел сделать. Так, сейчас я вам посмотрю. Филипп отвечал ему. Ну то есть, он ему в том и испытывал, что он, мне кажется, поставил такой вопрос, который, как бы, ну явно был нерябный. Да, вот это, в чем-то сомневаться вообще-то. Да. В чем сомневается ли Филипп? Ну как, кто, кто, как, что думает, отвечайте? Я просто чуть не понимаю. Давайте разберем, в чем он его испытывал. Зачем его испытывать, если знает сам, наш Бог знает, что, как бы, невозможно напитать столько людей. Не, он можно питать, он напитал, но почему он испытывал Филиппа? Но он же испытывал у Петра, когда ходил по воду, то же самое испытывает Филиппа, абсолютно одинаково. Ну здесь, если так, то так. Имеет ли он веру, вот видишь, написано, и открыв, что он не свободен еще от немощи человеческой. То есть, это открыв, то он не открыл, то он не для себя, а для него, для него, ты так это открыто было. Так, там же находят и Андрея, хотя его представление было несколько выше Филиппова. Андрея. То есть, в принципе, Андрей-то, видите, что, он тоже предложил же, как бы, ну такую вещь-то, которая, ну, абсурдно. Ну и что, что там, у мальчика пять хлебов, да, ячменных, и две рыбки. То есть, это вообще ничего не решает, можно даже об этом и не говорить, правильно? На такое большое количество, но он уже и какой-то имел, то есть, он что-то сказал, видать, он надеялся, Андрей, на то, что что-то может быть, произойти. А вот Филипп, нет. Филипп, нет. Интересно, что вот это, я помню, тогда мы, когда в Потеревке были, Игорь Дыбунов заметил, что из всех, только у мальчика было, кто-то, пять хлебов, и две рыбки, он с собой взял. То есть, взрослый не взял, а мальчики взяли, мальчик взял. Где-то я видел, можно посмотреть сейчас толкование еще в этом. Что другие святые отцы говорят, почитать. Так, Новый Завет, Иоанн, встань, встань, встань. Так, нож дойдет в городе, где нам купить хлебов, испытывая. Встань, 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 встань. Иоанна Христе вопрошающем колика хлеба, то есть сколько, если хлеб знал лишь, что он не был в неведении, напротив, видал это, ибо говорит, сие же глаголь, что искушай Филиппа, сам бы увидевший, что хочет творить. А если знал, что творил, то и спрашивал не по неведению, а ну знаю, но знаю, но подобное, это нужно понимать и другие такие же извлечения, именно когда спрашивал Господь, где лежит Лазарь, или кого меня глаголь, то есть из кого меня принимают человеки. Спрашивал, никак не знающий, но знал, о чем спрашивал, ведая, что хочется творить. Какой же смысл это изречение, Златоуст говорит? Его можно понять при пособии Ветхого Завета. Там также говорится, и быть по глаголю стих, Бог искуша Шавраама и рече, поим и сына твоего возлюбленного, Его же возлюбил Иси Исаака. То есть вольне сына. Но Бог представляется там говорящим, это не потому, что хотел через искушение узнать последствия, то есть будет ли ему повиноваться Авраам или нет. Нужно ли это для того, кто ведает вся прежде бытия их, то есть он знал-то наперед. Но в этом, в другом случае, сказано человекообразно. В том случае, когда Писание говорит, что Бог испытывает всегда человеческие, оно показывается испытание свойственно не неведению, а напротив, совершенному видению. И когда говорится, искушавши, выражать не что иное, как ведение совершенное. Можно иначе объяснить это. Именно, что Бог делает человека через искушение более испытанным. И как тогда Авраам, так и теперь Филиппа вопросом приводит он к точному уразумению чуда. «Потому-то, чтобы ты, остановившись на простоте из речи, не пришел к какой-либо неуместной мысли о вышесказанном, Евангелист предзакупляет. Сам бы видишь и что хочешь отвалите. Притом, надобно то заметить, что как скорым могло быть какое-либо злое подозрение, Евангелист немедленно с великим старанием устраняет его. И вот, как здесь, чтобы услышали, не возымели такого подозрения, он предзакупляет ограничения, заметив. Сам бы видите, что хочется, то есть сам знал, что хочет сделать». Так как сказал, что иудеи гнали его, потому что не только нарушает субботу, но и отцом своим делает Бога, делая себя равным Богу. Евангелист и здесь прибавил бы от себя замечание, если бы не было намерением самого Христа, подтвержденным делами его. Если Евангелист всегда предостерегает, чтобы кто не заподорил слово самого Христа, то гораздо более он остерегался бы и при изложении того, что говорили о Христе другие, когда бы замечал, что о нем держится ненадлежащее мнение. Но Евангелист в настоящем случае не сделал это, потому что знал, что такова мысль самого Христа, и таково его непоколюбимое определение. Поэтому, сказав, равен себя творя Богу, он не сделал никакого замечания, так как это не было их испорченным понятием, это не было их испорченным понятием, а мысль истинная, утвержденная делами Христа. Ну, в принципе, понятно. Он это делал ради самого Филиппа, ради слушающих, чтобы чудо было еще сильнее было явлено. То есть он формализовал мысль даже самого Филиппа, что Филипп убедился, сам ответил и сам в этом убедился, что невозможно здесь никого накормить. И после этого было явлено чудо. С 10 по 13 стих Иисус сказал, «Велите им возлечь, было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч». Иисус взял хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам и ученикам возлежавшим, также и рыбы, сколько то хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничто не пропало». И собрали и наполнили двенадцать корбов кусками от пяти ячменных хлебов и оставшимися у тех, которые ели. Повелевает им тотчас возлечь, как будто стол уже готов. Ученики прежде не верили, однако теперь с готовностью располагают людей возлечь. Была трава по времени весна, ибо была, говорит, Пасха, а она совершалась в первый весенний месяц. Евангелист исчисляет только мужей. Он следует в этом законному обычаю, ибо и Моисей исчислял народ от двадцати лет и выше, но не упомянул ни об одной жене. Писание Сим показывает, что все мужеское и юношеское, ценные и достойные числения у Бога. Взяв хлебы, благодарит. Хсим показывает, что прежде принятия пищи должно благодарить Бога. По словам же некоторых, он для того благодарит, чтобы до времени страдания укрыться от князя мира, чтобы он по всему действию не почел его за Бога, но прелестился и обманулся, и таким образом крестом был умершлем. Господь попускает от хлебов остаться излишку не для показания себя, нет, но для того, чтобы насыщение мужей не принялись за призрачные. А все бы увидели ясно, что они истинно сытились, так что и осталось очень много. По сей же причине повелевает и куски собрать, чтобы в виде их более помни о совершенном чуде. Нужно удивляться не только тому, что оказался остаток, но и числу остатка. Он устроил так, что коробов остатка оказалось не больше, не меньше, но по числу учеников, чтобы все носили. Иуда не остался без участка, но и в этом чуде имел бы указание на то, что учитель его Бог. И отсюда получил бы пользу, хотя по его злобе отобратилось большее осуждение ему. Короба делается из финиковых ветвей, а праведник процветет-ка финик. Так, комментарий Кирилла Александрийского, вот говорят, «Станем считать маловерие за последний из недугов, из-за величайших из зол. Если Бог совершает или обещает сделать, то да будет принимаемо совершенно несомненной верой. И да не обвиняется божество, если по немощи своей мы не можем представлять, как совершится превышающее нас явление. Поэтому превышающее нас воспринимается верой, а не исследованием. И такой верующий заслуживает похвалы, между тем, как в Паше противоположное состояние отнюдь не остается безнаказанным. Об этом опять свидетельствует нам сам Спаситель в словах «Верующий в Сына не судится, а не верующий в Жешу ждет». Ну вот интересно, да, что вот он выписывается, что также Бог еще скрывает, то есть Иисус Христос, он хочет, чтобы дьявол не понял, что он Бог. И он действительно не понял. То есть он там мог догадываться, но не понял. Иначе бы он его сам бы себя этим на крест бы не сводил, если бы он это понял. Тем дьявол-то и был уязвлен, что он праведника привел на крест, к смерти привел. После этого сошел, Господь сошел в Атвии, разрушил, отзорвал сам, вывел праведников оттуда. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истина, тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Смотри, как народ любит чрево. Тогда, как Иисус творил бесчисленные и самые правительные чудеса, они не удивлялись. А вот из-за пищи, говорят, «Се есть тот пророк». Не обвиняют его уже в нарушении субботы, не мстят уже в нарушении закона, но за хребы считают его столь великим, что не только пророком называют, но и считают достойным царства. Но он удаляется, научая нас презирать мирские достоинства. Он удаляется на гору один только, не взяв ни одного из учеников. Для того, чтобы испытать любовь их, смотря по тому, снесут ли они отсутствие его. И действительно, вот, как народ любит чрево. И молитвы-то все в основном, какие в большинстве случаев идут, они идут о каких-то материальных вещах, каких-то временных. и обращается к Богу человек тоже, когда у него что-то случается. И даже, говорят, чудеса-то многие же происходят с нами. Допустим, человек может живет, к примеру, всю жизнь, и с ним там у него все в порядке, он там в Баварию не попадал никогда, в дом у него ничего не горел. И человек не считает даже неблагодарный за это. То есть, хотя опасностей-то много в жизни. не считает это за чудо какое-то. И многие чудес Бог делает над человеком, человек даже об этом и не знает этого. Но если что-то будет связано с чревом, там, не знаю, то это все, тогда это там икона какая-то при иконе человек исцелится. или вдруг там он, не знаю, работу получит какую-то, тогда он может приписать Богу, ну, потому что это получается Бог выгодно. Здесь вот показывает, что здесь его аж царем хотели сразу, то есть, его на уровень царя и он от них удалился. 16 по 21 стих Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, вошедшие в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Сновилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывши около двадцати пяти или тридцати стадий они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающего к лодке и испугались. Но Он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели поднять его в лодку и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Господь удалился на гору один только для того, как мы сказали, чтобы испытать любовь учеников. Будут ли они искать его? Они ждут его до вечера, думая, что он придет. Когда же он не пришел, они не удерживаются, но любое побуждаемо искать его в ход лодку. Ибо евангелист не просто как бы случайно указал на время, но для того, чтобы показать их сильную любовь в том, что их вечер не остановил. Пускай это им испытать бурю для того, чтобы когда после боли настанет тишина, они более обрадовали случившемуся, чтобы прогоняет страх их и на море производит тишину и таким образом творит двоякую тишину, украшает смущение в душах их и волнение на море. Не вошел лодку, чтобы совершить большее чудо. Смотри, три чуда. Одна, что он шел по морю, другое, что укоротил волны, третье, что лодка вдруг пристала к другому берегу, куда они плыли, хотя она далеко еще была от того берега, когда ходит по морю как по земле. Если мы пожелаем принять Христа и в лодку нашу, то есть поселить Христа в сердце нашем, то мы тотчас очутимся на той земле, в которой плывем. Если мы пожелаем принять Христа в лодку нашу, то есть поселить Христа в сердце нашем, то мы тотчас очутимся на той земле, в которой плывем. Что же это земля? Без сомнения это земля обещанное небо земля кротких умерившийся от всякой злобы может есть что-то кому-то сказать это вопрос забрать так и он говорит у она 6 глава с 22 по 26 стих на другой день народ стоявший по ту сторону моря видел что там кроме одной лодки в которой вошли ученики его и но не был и что иисус не входил в лодку с учениками своими а то отплыли одни ученики его между тем пришли из тегриады другие лодки близко к тому месту деле хлеб по богословению господне и так когда вот увидел что тут нет иисуса ни учеников его то вошли в лодке поплыли в капернаул приплыли в капернаул ища иисуса и нашедшего на той стороне моли сказали ему рави когда ты сюда пришел иисус сказал им в ответ истинно истинно говорю вам вы ищете меня не потому что видели чудеса но потому что ели хлеб и насытились нашедший же здесь господь народ не падает перед ним не хочет узнать как он пришел не расспрашивает об этом чуде но так небрежно говорит когда ты пришел сюда те которые хотели нечаянно взять его и сделать царем когда нашли его не желает уже ничего подобного они не обращают внимание на чудо но желает другой раз насытиться как и прежде посему ты господь и уколе их он не сказал чревоугодники вы обжорливый он сказал коротко ибо он обличает их желанием исправить и через открытие тайн сердца их привести к большей вере то есть вот насыщенность их чрева вот то что они насытились закрыла и глаза на чуть на чудеса которые происходят вообще вокруг них который делает иисус потому что он говорит вы горит ищите меня не потому что величица но потому что ели хлеб и насытились то есть они еще хотели насытиться получается и нам надо тоже посмотреть рассудить для чего мы ищем иисуса ничего мы идем так богу не для того чтобы насытиться в этой жизни чтобы в этой жизни все спокойно у нас был спокойно ходишь храм делаешь хороший там семьянин добро делаешь исповедующий причащаешься с хороших отношений с батюшкой благословляешься чтоб спокойно все было никого не трогаешь на работе никаких тебе претензий нет нету евангелие туанна 6 глава 27 стих старайтесь не о пище тленный но а пище пребывающую жизнь вечную которую даст вам сын человеческий ибо на нем положил печать свой отец бог вы говорит ищите меня из-за хлебов желая насыться ими но вы не должны всецело заниматься чревом а должны преимущественно стараться на духовном и не употреблять всей заботы на пищу телесную ибо ее назвал пищу гибнущую так как многие желающих жить праздной и особенно массы ли они употребляют сие слова защит своей праздности то необходимо уснить это изречение господь наш иисус христос сказал это не потому будто желал пресечь телесную деятельность и расположить праздности его праздность научила многому худому и если нужно сказать точнее то именно желание жить праздной есть то гибнущую пищу а последователь христов должен трудиться чтобы мог и другим уделять его в награду за себе обещано будущее царствие как же скажут господь сказал что не должен стараться пищи гибнущий он сказал ты с тем чтобы пресечь усиленную заботлюсь их объявствах и перевести она на предметы духовные то скажут но что христос искореняет телесную деятельность это видно и слов о к марфе марфа что забочишь и сутишься а нужно только одно мария же выбрал благую честь лука 10 41 42 а и слов не заботиться зашим не и и слов вот этих так как рассуждают желающий быть желающий быть без труда что же скажем а то что сказано к марфе сказано не о деле не о деятельности не о праздности но о том что нужно знать время и времени слушания не употреблять на заботу о яствах он сказал это с целью научить ее чтобы время учения что время учения не нужно употреблять напрасно на занятие тем что относится до до чрева и тогда как говорит не заботись не отвергается не отвергая деятельности ибо иной забота иной деятельность бывает что человек и не делай что-нибудь но нисколько не заботиться а бывает что человек и делает что никто нисколько не заботиться и так господь научаясь нас не пригваждаться где жительским вещам не заботится об успокоении на завтра но желая лучше чтобы мы трудились каждодневно говорит не Не заботитесь о том, как бы вам, потрудившись сегодня, быть на завтра спокойными, но каждый день, приобретая пищу дневным трудом, не заботясь о завтрашнем дне. Пищу, пребывающую, называет таинственное причастие плоти Господней, которую сам дает нам, соделавшись с Сыном Человеческим, на котором Отец положил печать свою, то есть показал, подтвердил, что Он есть Сын Его. Хотя Христос и сам подтвердил свои достоинства чудесами, но как Он говорит иудеям, то, чтобы они не возмутились, обращается к Отцу и говорит, что им запечатлен, то есть доказан за свидетельством всего, который по виду есть Сын Человеческий, Отец запечатлел, то есть родил печатью и образом своим, сохраняющим совершенную неизменяемость и естественное с Ним торжество. Так, здесь все, все всем понятно, никаких вопросов, может что-то кто-то сказать хочет. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы верили в Того, Кого Он послал. На это сказали ему, какое же ты даже знамение, чтобы мы увидели и поверили в Тебе, что ты делаешь. Вера в Него есть дело поистине священное и совершенное. Толкование читаю. И святящие имеющих Онную, ибо основательная вера уководит ко всякому добрым делу, а добрая деятельность сохраняет веру. И как дела без веры мертвы, так и вера без дел мертва. Иакова, 2 глава, 17 и 26 стих. Смотри, какая неблагодарность и бесчувственность. Евангелие Тувана, 6 глава, 31 и 34 стих. Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Псалом 7,24. То есть, это они говорят, отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им. То есть, они все о еде говорят. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам. Не Моисей дал вам хлеба с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Вот они вспоминают о мане, о другом каком-нибудь чуде, над египтианом или совершенном, или над Черным морем. Желаю возбудить его совершить такое чудо, которое могло бы напитать их плоть. Они напоминают о мане, по крайнему чревоугодию. Называют себя хлебом истинным не потому, что будто бы мана была ложной, но потому, что она была образом и тенью, а не самую истинную. Ибо единородный Сын Божий, сделавшийся человеком, есть в собственном смысле мана. Поразительное слово и слышание. Мана значит, что это? Ибо евреи, каждый увидевший во множестве выпадшую около своей палатки, пораженные необычностью и странностью видения, спрашивали друга, что это? И Господь, Сын Божий, стал человеком. Сам есть поражающий всех мана. Так что каждый в недоумении говорит, что это? Как Сын Божий и Сын человеческий? Как из двух противоположных сестей с одно лицо? Что это за таинство? Итак, сей хлеб по естеству будучи жизнь. Как Сын живого Отца творит свойства ему, оживляет все. Как хлеб земной поддерживает слабое истинство плоти и не попускает разлагаться, так и Христос действием духа оживляет душу. Да и само тело поддерживается в нетлении. Ибо Христом, дарованный из тезу человеческого, восстание из мертвых и нетлений тел. Всегда, говорит, подавай нам такой хлеб. Ни один день, ни два. Говорили это и по сребролюбию. Чтобы нам не употреблять своих денег на приютение пищи, подавай всегда этот легко получаемый хлеб. Да, по сути, вот у него это вся беседа-то вот с ними идет. Они все его хотят заставить-то опять хлеб им давать. Он их как может вразумляет. Нам надо на наше время это еще перевести будет. Сейчас зачитаем. Иван Грид Иоанна, 6 глава, 35-й, 38-й стих. Иисус же сказал, Я есть хлеб жизни, Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы видели и меня, и не веруете. Все, что дает мне отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню он. Ибо я сошел с небес, не для того, чтобы потворить волю мою, но волю пославшего меня отца. Толкование. Так как все было умершлено, то оживило нас сам собою. Хлеб жизни не простой, обыкновенный, но особенный и непресекаемый смертью. Верующий в такой хлеб не будет толкать, не будет терпеть голод, слышание Слова Божия, и не будет иметь разумной жажды, отбывающей от неимения воды, крещения и освящения духа. Ибо некрещеный имеет нужду, имеет жажду и большую сухость, не участвует в святой воде, возрождающей душу, а крещеный, имея дух, всегда от него оживляется, показывая же, что вера в него не есть дело случайное, но дар Божий, подаваемый от отца достойным и благонравным по сердцу, говорит, все, что дает мне отец, ко мне придет. То есть те будут веровать в меня, которых дает мне отец. А вы, иудеи, как недостойные, не даетесь мне от отца, потому что не приходите ко мне. Говорит это, чтобы узнали, что не принимающего противен Богу, как противишься воле отца. Так как они его называют противником Бога, то он в винении себя обращает на них, говорит, хотя не явно, не принимая того, кто следует воле отца, вы делитесь противником Богу. Итак, Христос – не простой человек, облаготворенный впоследствии, как пустословил в истории, но предвечный Бог в очеловечестве в последнее время. Видите, как он их направляет именно к Слову Божию, то есть к учению, чтобы люди следовали за Христом, послушали Его, начали исполнять Его заповеди. Он говорит, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». То есть они его все просят, «Ну, ты дай нам такой хлеб», а он говорит, «Ко мне придите, то есть последуйте за мной, верующий в меня не будет жаждать никогда». 39-й по 40-й стих. «Воле же пославши меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воле пославши меня есть та, чтобы всякий, видящий сына и верующий в него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Толкование. «Воскресение двоякого рода, одно общее и вселенское, в котором воскреснут и все грешники, а другое, в котором воскреснут одни только праведники, восхищаемые на облаках по воздуху навстречу Господу и встречающие Господа с зерновением. Сие последнее воскресение Павел называет возвышением по причине поднятия от земли. Ибо грешники, хотя воскресство гробов, но не поднимутся от земли на воздух, а останутся внизу, как осужденные. Посему праведники воскреснут и поднимутся, восхищаемые на облаках навстречу Господу». 1 Фессалоникийцам 4.17 «А грешники только воскреснут». Ну как, посчитаем какой-то стих. Потому что сам Господь при возвещении при гласе Архангела в трубе Божией сойдет с неба и мертвый во Христе воскрешен прежде. Потом мы, оставшись в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках в святении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. То есть, когда придает воскрешение, из мертвых все воскреснут, а праведники будут восхищены на воздух. Вопрос можно? Да. Здесь написано так, что праведники воскреснут, да грешники воскреснут, да грешники останутся, да? Да, да. А суд Божий? Так это и будет суд. То, что не станет, знаешь, суд будет получаться на земле? Это будет уже, это и будет разделение, это собственно. В этом. Это то, что произойдет с физическими телами в этот момент. И вот это будет на суд. Как раз так. Это то и будет на суд. Понятно. Спасибо, Господи. Ну, если кто знает ответ, то есть, как это будет происходить, где это как описывается, точно. Тут надо, тут просто эта тема, как будет страшен суд происходить, это надо, мне кажется, отдельно ее просто, все места писания собрать и разобрать точности. Желательно, чтобы это был какой-то очень опытный, как вот Игнатий Тихонович. Уже где-то после 10 октября можно будет записать эту тему вопрос. Брат, запиши ее, и мы будем разберем. Потому что для меня тоже, я как бы этот вопрос не разбирал, как он будет происходить, этот страшный суд, что об этом говорит Писание. Я только знаю, что все люди воскреснут, что вознесены будут праведники, что Господь написан, что поставит одних по праву, других по левую. И как это понимать, буквально в смысле так будет, это надо, все это надо пройти. Я это тоже так же не знаю. Надо будет этот вопрос точно узнать. Евангелие Туана, 6 глава, 41-44 стих. Возраптали на него иудеи за то, что он сказал, «Я есть хлеб, шедший с небес». И говорили, «Не Иисус ли это сын Иосиф, которого отца и мать не знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не причет его отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день». Когда Господь сказал, «Я есть хлеб», то иудеи зароптали на него, потому что обманулись. Ибо доколе они думали, что он говорит о хлебе чувственном, они вели себя кротко, надеясь, что он даст им это всего хлеба, удовлетворит их чреву. А как он открыл им, что у него речь не о чувственном хлебе, а о духовном, то они в отчаянии ропщат. Ибо где им помышлять о духовной пище, жизни и о воскресении? Соблазнились о нем, видя с одной стороны матери его, а с другой стороны слыша, «Я шел с небес, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец». Говорит это, не уничтожая самого произволения, но показывавший, имеющий веровать, нуждается во многом в содействии от Бога. Иначе отец привлекает тех, которые имеют способность по их произволению, а тех, которые сами себя сделали неспособными, не привлекает к вере. Ибо как магнит привлекает не все, к чему приближается, а одно только железо, так и Бог ко всем приближается, но привлекает только тех, которые способны обнаруживать некоторое родство с ним. Отец привлекает и приводит сын, а сын воскрешает и оживляет дару и дыхание в добре и жизнь, которой есть Дух Святой. Итак, верующим благодетствует вся Святая Троица, а не в частности только один отец или один только сын, но как естество одно, так и действие в благотворении одно. Отец приводит сын и оживляет, Дух Святой для оживляемых служит дыханием, ибо всякий живой имеет и дыхание. Смотри, какая власть сына. Я, говорит, воскрешу. Не сказал Отец мой воскресить, но я, ибо не всегда говорит о себе вничижен, а иногда открывает и высоту своего божества. Вот представляете, да, вот я представляю, вот учитель какой-то, ну, великий, который творит чудеса, вот сегодня, да, какой-то святой, точнее я знаю, что это святой, и он какие-то вещи говорит непонятно, и вдруг он начинает говорить, что я вообще есть хлеб, шедший с небес. То как к нему можно отнестись? Мне кажется, многие бы тоже возраптали, сказали, ну как это, почему так говорит? Или как, допустим, Игнат Тихонович говорит про себя, говорит, ну я, говорит, избранный. Сразу там часть людей мгновенно от этого соблазняется, от этих слов. Он говорит, меня, говорит, Бог избрал вот на это. И люди, которые просто, ну действительно, Писание плохо знают, видать, видно, с Богом нет никакой связи, они сразу ропщат на Него и говорят, как это, это гордость, это прелесть. А написано же наоборот, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в его дел, дабы возвещать, призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой. То есть, все христиане, если человек чувствует в себе веру в Бога, ревность по Богу, он уже избранный. Потому что, ну, вокруг находятся люди, которые вообще дела нет до этого, никакого. И при том, это же их немало, их очень много. Допустим, ну из ста человек, ну дай Бог, два-три человека ищут Бога. Это уже избрание. Уже Бог даровал, значит, веру. Ну а тут-то вообще, лично Бог сошел, и Он говорит, я есть хлеб, шедший с небес. Но Его-то так не воспринимали, они знали, что у Него есть отец, мать. Они не могли Его так это принять. То есть, им надо было нечто такое совершить, как бы подвиг веры, то есть, поверить, реально осуществить веру. То есть, если бы они видели, как Он сходил с небес, то это какая была бы вера тогда? Тут уж просто данность, вот как в последний день. Он сойдет с неба, будет знамение на небе, и все уверуют. Все преклонятся, всякое колено преклонится. Потому что, ну уже по факту. То есть, ты не сможешь отрицать, что Он Бог. Просто это все по факту уже будет. Не будет никакой веры уже, все. А те, кто верили, вот читая Писание, знали, ждали Его, для тех будет великая радость, а для тех, кто не верили, будет великая скорбь. Поэтому, многие вещи воспринимаются только верой, по-другому нельзя это воспринять. И человек проверяет это, он поверил в это, и он видит свои грехи, кается в них и оставляет их. И у него появляется сила творить добро, жить по евангельским заповедям. И это и есть свидетельство, доказательство того, что вера истинная. Что вера, человек становится свободным от греха. Что Господь его освобождает. То есть, мы хоть и верим, но мы и получаем взамен. На самом деле, это при жизни, это очень многое. который удостоверяет, что вера наша правая. Но вначале идет вера, ты еще вначале ничего не получаешь. Призывающая благодать тебя только призывает, и тебе есть выбор, поверить или не поверить. И надо сделать этот шаг. И многим людям надо это помочь. Я знаю вот, допустим, вот у меня в WhatsApp-е там много всяких контактов, знакомых. Я знаю среди них, кто что-то интересуется верой. Я что-то читаю интересное, что мне лично задевает, я всем рассылаю сразу же. И там, из десяти человек раз одному это прям по сердцу придет. И он зажгется от этого. А девятью нету. Девятью кому-нибудь что-нибудь другое это по сердцу придет. Поэтому мне этот опыт говорю, что надо все, что читаешь, все, что тебя самого задевает, что тебе по вере важное, надо всегда делиться с другими людьми. Потому что кто его знает, может именно этот момент это будет для него переходный, когда он верует, когда он или допустим он верующий, но поймет что-то. К примеру, о войне. Вот допустим, я был верующий, я будучи уже верующим, я участвовал в военных действиях, вот это военным был. Я думал, это дело благословенное Богу, но я столкнулся, когда узнал, что это Бог так не заповедовал, я не принял сразу это. Я, ну как бы не то, что не принял, я просто под авторитетом я как бы понял, что что-то тут не то. Но уже непосредственно уверовал в это, когда уже со словом Божьего как бы у меня как бы глаза открылись. Игнать Тихонович мне помог, я почитал, что он пишет на этот счет, и оказалось, что вообще все открыто, все понятно. Действительно, Господь никогда не призывал брать никого меча. Он даже не запретил меч брать Петру, чтобы защищать его, самого Христа. Это вот для тех, кто говорят, что дело это священное, защищать, допустим, православную страну, чтобы в храмы люди ходили, то есть храмы надо брать по этому оружию, идти там, на войну, убивать. Но они не говорят убивать, они говорят защищать. Еще они говорят, нет больше той любви, кто положит душу свою за други своя. Но там написано, что положит свою душу, а не чужую душу положит. А дьявол изменяет все, искривляет. Или там, они говорят, мы идем не убивать, мы идем защищать. Но так же вор, он говорит, я пошел взять, а не украсть. Я пошел, говорит, там прогуляться, там не в квартиру залезть, а прогуляться, там что-то такое. Или говорят, это не торговля, это пожертвование, там на требы. То есть дьявол, это все лукавство, все подменяет постоянно. И так же и с войной. Как ты, ты убил, и ты говоришь, я не убил, я защищал, я не убил. Но это же, это обман. Господь говорит, взявший меч от меча погибнет. Если сам он себя запретил защищать мечом, сам себя, и исцелил того, кто сейчас его прям убьет, он его исцелит, то это нам пример, мы и так же должны поступать. Вот это вера и терпение, как говорят, вера и терпение святых. А идти... Как это еще же есть в Верхом Завете, не убей, еще в Верхом Завете, еще Нового Завета еще не было. Не убей, не кради, не лги, не прелюбодействуй. Если ты убил, значит, ты уже согрешил. Там даже не говорится, положить за кого-то душу. Поэтому евреи, они искажали вот этот вот смысл заповеди, а я буду убивать во имя Яхвы, во имя Бога. Ну и мусульмане это из иудаизма взяли себе. Нет, отставить, но Моисей пошел и убил. Тут же, когда эти стали поклоняться Тельцу, со скрижалями он сошел с горы Синай. Ну, что? Потому что по Плотской это еще бы... По природе человеческой, детский завет шел по природе человеческой в чистом виде. Подожди, не убей, тут же есть заповедь, не убей. Нет, и сразу Господь говорит, убей. Моисей со скрижалями, на которой было написано не убей. И он тут же в гневе берет и резню устраивает. Нормально? Нормально? Потому что Господь говорит не убей, а дальше говорит убей наоборот. То есть он разделил, кого можно убивать, кого нельзя. А уже в Новом Завете он пришел, сказал никого нельзя. Вот то же самое, как по-человеческому закону. Такого не было. Он не говорил, что никого нельзя, давай не будем передергивать. Такого не было. Где? Как не было? Где он сказал, что никого не надо убивать? Таких слов нету, но он заявил. Прямых слов таких нету, но смысл-то именно такой. А когда Петр сказал Петру, убери так, потому что куда Петр опять лез? И к Христу надо было пострадать, он для этого и пришел. Ну и христианам надо пострадать. В том-то и дело. Ну это понятно. Ну вот это и есть. Это о том-то и речь, что христианский путь, они-то пусть воюют, а христианский путь не такой. И сюда нельзя, подвоенные действия нельзя христианству подтягивать. В этом ты, в этом ты вся и суть, что ее туда не подтянешь просто. Ты не должен. Если ты христианин, ты подражаешь Христу. Подражаешь. Все, у тебя нет другого варианта. Не-не, тихо. На Вселенских соборах, Вячеслав, смотри, приняты все там каноны. Есть канон там, вот там убил, ты, ты, дай тебе и пяти меня дается, там, не помню, насколько, на два года или насколько. то есть, это считается грехом. Привода, пригода. Вот. Знаю, тут такой момент. Можем, то есть, по сути дела, все перечеркиваем, все предание, короче, все предание, перечеркиваем, ну, в этом плане. То есть, все святые, сколько их там было, они все, значит, короче, ошибались, и они не правы в этом плане. Да они умалчивали, они не то, что они ничего не говорили, они умалчивали. Есть были, которые прям лютые, которые действительно там, Иосиф Володский, прям за убийство. Ну, и что, а все остальное, каноны, каноны это называют убийством, так и называют, как есть. А святые, которые вот были, особенно такие великие, они там, это просто вопрос умалчивали. Они его, и Христос напрямую не сказал, тоже неспроста. Но для христиан, мне тут уже, я не знаю, для меня я сто процентов убедился. Ну, написано, вот ты читал, я скидывал, статью, я сейчас тогда, может, почитаю. Чтобы все почитали. Так, вопрос, считаете ли вы, что патриарх Гермоген был неправ и должен был быть лишен сана, патриарх, за призыв к вооруженной борьбе против поляков-католиков. Подтверждение своего тезиса о невозможном христиану служить в армии, вы приводите пример жизни Андрея Статилата. Как они отказались защищать себя и прочтить смерть предпочти. Однако из жизни видно, что его призыв к воину имел в виду и пострадать как мученика из-за креста. Они отказались поднять мечи для защиты себя, однако, до этого они, будучи христианами, служили в армии императора и участвовали в сражениях. Зачем вы притягиваете за уши примеры? Вы же христианин. И вот отвечает Агнатий Ильич, если бы я был в первую очередь православный, а потом христианин, как вы, что я вижу из вашей записки, то я бы только тем и занимался, как патриарши и абитуриенты, тянул бы за уши гнилые доводы. Но я являюсь в первую очередь христианином, а уже потом православным. То есть, все, что есть и было в православии, я тщательно сверяю с Библией. Чего вообще не знаете, не умеете, не желаете делать. Я привожу места Писания, слова Бога живого, в этом вся и суть. А примеры, каким я пользуюсь, это лишь порошинки, чтобы показать, что во все века были истинно служители у Бога, хотя бы перед смертью они начинали прозревать, как Андрей Статилат, чего не скажут по патриархии Гермогена. В патриархии ныне все построено умолчание и беспросветные лжи. Вы хотя бы однажды себе скажите, что вы хотите идти за Христом и что вы вполне верите, что Христос будет судить вас по словам своему, то есть по Евангелию, отвергающий меня, не принимающий слов моих идемей, судясь, и слово, которое я говорил, оно будет его судить в последний день. Когда вы будете христианами, а не прихлебателями у своей юридиции, у своих руководителей, которые обманывают вас, Евангелие Туанна 5.44, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете. Тогда прозрение ума вашего подвергнет вас в шок. Куда же вы шли столько лет? Матфея 26.52. Тогда говорит им Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. Когда у вас будет вера евангельская, а не византийского покроя поврежденного ума, тогда вам будет открыт путь к терпению, идти в плен, а не вести других в плен, или умереть, а не за меч или ракету хвататься. Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому удержит быть убитым мечом. Здесь терпение веры святых. Откровение 14.12. Здесь терпение веры святых, соблюдающих заповедь Божию, веру в Иисуса. Если бы воины хотели просто потратить до Христа, как вы говорите, то они бы не убегали, то есть у стартилата, и их бы не догоняли в ущелье. Им некуда было деваться, и смерть они не просили себе, но умерли, как заповедовал им Иисус. А до этого они были уязыченные христиане, или носившие только вид христиан, а на самом деле были захватчиками в армии языческого гонителя христиан. Если по прощении в нашей книге к истинному православию главы «А я говорю вам, любите врагов ваших», вы все-таки стоите на своем, вам так же хочется убивать людей, значит вы не овца, а лютый волк, а прикрываетесь только хламидами предательской патриархии. Лука 9.55-56. А я говорю вам, любите врагов ваших. Вы все так и стоите на своем, вы так хотите убивать людей, значит так. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Для Бога авторитета нет. Если нельзя убивать, то тем более строг спрос будет с патриарха, примудрец Соломона. Но начальствующим предстоит строгое испытание. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет левия», говорит Господь Савов. 1.8.9. «Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». 2.10.4. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь». Оружие наше воинствование не плотские, но сильные Богом. «Ими не спровергаются замыслы». 2.10.7. «В слове истины, в силе Божьем, с оружием правды, в правой и левой руке». На невозрожденных, на мирских людей, хотя бы они из храма не вылазили, гипнотически действуют саны, звания, монашеские деяния. Люди буквально мрут о благовении, и как перед именами валятся в моборщем состоянии, перед этими изукрашенными безмолвами. И как увидите, эти цветные тряпочки так в кайф падают, как осенние мухи. Падают в оморок, буквально валятся к их ногам. А кто они? Они такие же, как и мы. Они из той же среды. Их не прислали к нам из особого инкубатора. Чем более человек угодничал перед властями, тем сильнее гнул хребет, горбатил с предвышшими себя, тем сильнее потом будет лютовать над ними же. Вот он уже игумен, и мерещится патриаршая клюшка в руках. Он стал еще тупее, еще бессмыслив, он только и дуется на пустом месте, а это может быть давно уже только пузырь, муляж, тряпка цветных. Когда в времена Христа предсвященники наводили страх, ну, людей, что отлучают любого от Христа, кто Христа будет признавать. А Господь уже дал им характеристик, что они ничто, что храм их и гордость уже пустой. И там лешие скачут по ночам. Так, там скотомогильник, что они сами пустота. Ну, вот. Здесь уже про иудеев и про священников. Ну, ты, Виталий, ты читал вот эту главу к истинному православию, а я говорю вам, любите врагов ваших. Читал? Ну, там, я не знаю, как бы. Да, не, я не в плане, то я-то согласен, что, ну, когда у тебя есть это движение, да, в сердце, что ты хочешь кого-то убить, но это явно греховная штука. Как можно вообще хотеть кого-то убить? это противоестественно, абсолютно. Вот, я в другом плане, что, ну, тогда вообще доканонизация вообще от и до, можно так сказать, если логике Игнатия Тихоновича следовать, понимаешь, просто все не спровергается, там, столько голов и живосвятых. Не знаю, я. Ну, а что, почему нет-то? Ну, ошибка, это, как вот, знаешь, ну, они, думаешь, вопрошали об этом? Так нет, ты пойми, как они ошиблись? Они это грехом считали, но они, видимо, как-то вынуждены грех, или что, если епитимяна это дается, или, помнишь, как Давиду было сказано, не построишь ты храм, потому что ты пролил много крови. Это всегда было грехом, и Ветхий Завет, и Новый Завет, но, видимо, когда-то есть воля Божия на то, чтобы меч поднять, а когда-то нет ее. Ну, нет, ну, они, смотри, они люди такие же, и это была одна из немощей, то есть, он стоит, он не может сказать, это Игнать Тихонович может это сказать, потому что никого не зависит, а он стоит и не может это сказать просто, как вот они, многие святые, но они не обличали царей нечестивых, при них жили и не обличали, а почему, спрашивайте, не обличали? Ну, по трусости человеческой своей, то есть, они вот этот вопрос не могли, ей просто перейти. Вот и все. Более, нет, есть косвенные тоже свидетельства, что все-таки воинам Иоанн Претеча не сказал, что да вы вообще, вы воины, и от того, что вы воины носите там меч, вы уже, от этого вы уже греховодники, вообще убегайте и уходите из военной службы, там такого не было, то есть, к институту вот этой армии нормально, положительно все относился, там тот же Иоанн Претеча, ну, к примеру, да, в Новом Завете вот так, то есть, и где он, в другом месте, он пример приводит, что начальник носит меч для того, чтобы защищать, защищать, поощрять добро и наказывать зло. Сейчас они носят, там, Макарыча. Я не вижу тут никаких, как говорится, противоречий. Когда говорил о начальнике, это начальник были все языческие, он говорил о языческих начальниках, то есть, о каком могло быть, то есть, понятно дело, о чем речь сошла, это же о языческих начальниках, то, чтобы им подчиняться, чтобы, то есть, и самому себя правильно вести, а не том, что христианский начальник должен так себя вести. Их не было тогда еще христианских. Потом, Иоанну Крестителю подошли, это в Ветхом Завете еще бы, еще церкви не существовало. И он их подготавливал для того, что они могли вообще принять Христа. То есть, это не было препятствием, быть воином не является препятствием для того, чтобы стать христианином. Стать, чтобы это не является препятствием, все правильно. А является препятствием, если ты воин, к примеру, и ты там обижаешь своих, там, ну, у тебя много грехов таких, которые препятствуют. А если ты честно все был, у тебя, ты примешь Христа. Но когда ты примешь Христа, ты должен будешь, ну, если ты будешь идти по христианскому пути, пойти до конца по этому пути. Сам высший путь, это не участие в этом. То есть, это не участие в этом грехе. Не может Господь тебе ставить такие условия, которым ты обязательно согрешишь. Это такого не может быть просто. Я в это не верю. Ты можешь, у тебя всегда есть право от этого отказаться. Потому что, если это мы признаем, что это все-таки грех, а это грех, это все святые отцы признавали, что это грех. Просто не все решительно против этого восставали. Потому что сразу бы казнили, наверное, в этом за это. То, то получается, что... Если Паули Божией ты убиваешь, это не грех. Все, это факт. Это Ветхий Завет, об этом все свидетельствует. Только это. Только Ле Божий. Ну, а почему мы где-то Ветхий Завет как бы принимаем в плане Десятины, еще там Десять Заветей и всего остального. А здесь мы его как бы отодвигаем. Что-то тут нелогично. Библия не может сама себе противоречить. Я тут не могу понять. Логично все. Нет, нет, нет. Это уже человеческие измышления. Здесь Господь отменил. Надо же смотреть, где Господь отменил, а где не отменил. Десятину он не отменил нигде. А это он сказал, а я говорю вам, любите врагов ваших. То есть он ее возвысил, поднял и то сделал, все не действительно. Как бы то сделал уже, все ветхое осталось. Мы же, вообще-то Ветхий Завет принимаем тоже частично. Мы не принимаем, не обрезываемся, ничего. Потому что это отменено. Что отменено, заменено точнее. То же, что заменено, то уже не нужно. И надо, именно это дело великого исследования, для этого изучать надо Библию. Знать, что применено, что отменено, что заменено. И вот конкретно по убийству заменено. Так же, как с разводом, заменено все. Мы же не, мы это не принимаем, то, что Моисей нам дал по поводу развода. Правильно? И здесь, а где говорят, а я говорю вам, то все, это уже перекрыто. Не просто так. Я тоже думал на этот счет. Я себе только такой ответ дал. Я смотрю, все, что говорит Игнат Тихонович, оказывается, всегда очень даже объяснено по Писанию. То есть, не принимает он все без этого, а именно только то, что, допустим, вот не портит край бороды твоей. Есть, есть такое. Но вновь за это не отменено. То есть, нигде нету того, что Господь это отменил. Все, мы это принимаем. Убийство врагов, что убивать на... А, потом, допустим, прелюбодеяние, да, за это побивали камнями. Но Господь это отменил. Он отменил конкретно вот с блудницей, с этой. То есть, он вам показал, что это другое. Что эти с этого момента уже покаяние происходят. То есть, он отменил. Все, мы уже не побиваем камнями. Вот так. И все надо так исследовать. Все вопросы. Так, писание. Я расскажу, в последний день стоит обратиться. Иоанна 5, 22, 24. Так, ну что там? Посмотрим, что сестра предложила. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как ищут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно, если говорю вам, слушай слово мое, верующий, пославший у меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни. Да, вот мы в прошлый раз разбирали это. На суд не приходит, это не значит, что он не будет его судить. То, что он на суд, на осуждение, то есть, он не будет осужден. Или Галина? Вячеслав, Иоанна 1248, прочитает этот стих и все сразу, все остается на свои места. Верующий, ну да, отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеют судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. То есть, да, это слово, оно всегда нас, оно нас выбивает, оно даже выше канонов нас, то есть, ставит, что мы, слово Божие, возвышаем даже над канонами. Мы, и тут мы не можем, как бы сказать, там, ну вот, что-то там, но какое-то поставить, потому что сказано, будет ответ, да, да, или нет, нет. То есть, мы будем вынуждены выбирать между святыми отцами, вот в данном вопросе, и непосредственным учением Христа, ну вынуждены просто. И тут надо сказать, да и нет. Это как с монахами. Все-таки, евангельское это, или не евангельское, ухождение в горы, там, в пустыне, убегание от мира, молчаничество. Вот никак не избежишь. Надо, если это вопрос ставить, тут надо поставить, да или нет. Если ты изучаешь евангельское, то однозначно это нет, это не евангельское. Так, меня не слышно, да? Слышно? Звук Сергей говорит. Да, Сергей, это у вас... Вот, вот вопрос с войной, Виталий, надо с молитвой подойти. Это не месяц, не два, это надо, ну то есть, молитвы конкретные читать, прям читать, и чтоб Господь как-то вразумил, я не знаю, я вот молился, и как-то у меня в разумлении стопроцентное произошло. Я теперь везде просто это вижу, как то, что Господь просто-напросто другой путь показал, что христианам не надо, не надо себе даже такие вопросы ставить, как допустим, ну а как там православный царь, он же вынужден защищать, не надо себе даже ставить. Пусть это делают неверующие, хотят защищать, пусть защищают, с мечом убивать. Христианам другой путь идет. Так это, видишь, так это все помазанники цари, они выходят, все греховодники, вот и все. Все греховодники, все со знаменем, с иконами, там, со Христом, там, все, воевав, за веру царя Отечества, вот это все, значит, ну это великий обман просто, и все. Просто это настолько не укладывается в голове, просто не укладывается, просто никак. А кто сказал, что все цари помазанники Божьи? Если тогда помазывают пророков, а сейчас масоны ставят своих царей, люди их не выбирают. Они переплачивают за выборы, и каждый ставит своего кандидата, а не люди выбирают. Ну, считай, смотри, ни одного вообще не было епископа, уже там, с третьего века, которого не ставили власти, вообще ни одного. Всех ставили власти, там, с четвертого, там, уже пятый век, там, когда пошел все, сто процентов, то есть, но это же, хотя каноны это все запрещают и прочее, но это все есть и есть, и поэтому они не идут против царей своих, то есть, это полностью истина, она вот именно в Евангелии сокрыта, она вот так, ты не найдешь ее, потому что это люди, они греховные. А мы их назначили святыми, канонизировали, и все, теперь вопрос в том-то и дело, что этот вопрос бы не возникал вообще бы, вот это, в тупик бы мы не вставали, если бы не было вот этого, если бы мы не считали их святыми. Мы бы, если бы считали их людьми, которые там верующие, мы бы читали их труды, и чтобы, сверяя с Библией, если бы с Евангелием, то бы принимали, или там, допустим, даже брали бы в пример, а что не сходилось, мы бы, ну, как человек, он ошибается. А так, получается, мы там, они там всегда заканонизировали, а один святой другого гонит до смерти, и у нас в итоге, мы в тупик встаем, как так, что мы встали, а не надо было канонизировать, и не было бы этого вопроса, не было бы, это предвосхищение суда Божия, то есть, Иосифа Володского тоже канонизировали, это православный Сталин, то есть, там он, сколько из-за него людей погибло, сколько он там, ему даже вон Игнатихович не молится. Сергей, как у вас со звуком наладилось? Так, продолжим. 45 по 47 стих У пророков написано «И будут все научны Богом, всякий слышащий от Отца и научившийся приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинность, говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». Толкование. У пророков говорит «Написано и будут все научны Богом». Все, все разумеется, так, все разумеется желающие, то есть, под всеми надо разуметь желающие. Отец есть общий учитель, через откровение достойным дающий знать о своем сыне, ибо касаясь сердец простых и незлобных открывает им сына, подобно, как и Петру открыл его. Итак, слышащий от Отца, то есть, принимающий откровение от Отца и делающий истинным его учеником, приходит ко мне, ибо недостаточно слышать, надо еще оставаться и учиться. тогда учились познанию о Боге через людей, а ныне, когда воплотился единородный, познание бывает от самого Отца во Святом Духе, так, что исполняется пророческое слово «Восветьте Тебе, Отца, то есть, в Духе узрим свет, который есть Сын, подлинно все мы, которые приняли веру в Христа, научены ныне Богом». Вообще, то, что мы приняли Христа как за Бога, это мы Богом и научены, это надо понимать, это уже благодать есть, это уже есть действие Святого Духа, а то многие думают и ждут каких-то там особых ощущений и чувств, думать, вот, для этого. Нет, то, что человек уже воспринял Иисуса Христа как Бога, принял Его своим Спасителем личным, это уже действие Святого Духа. Нет, действие Святого Духа начинает тогда, когда ты принял крещение, помазание, которое имеешь от Духа Святого, вот это помазание будет тебе тебя вести и наставлять на истинный путь, то есть человек, который рожден от Бога, это послание от Иоанна написано, помазанием, которое вы имеете, не нуждаетесь, дабы кто учил вас. Это еще не значит, что если ты веровал во Христа, веришь, читая Слово Божие, ты движимый Духом Святым. Надо еще принять истинное крещение, омыться от ветхих одежд и облезть от новой одежды, получить помазание Духа Святого и вот это есть печать Дара Духа Святого. Почему и написано в апокалипсисе, там кто не имеет, кто не запечатлен, да, то есть эти избранные дети Божьи, которые запечатлены, имеют печать Дара Духа Святого, верующие, принявшие Христа. Ну да, про спасительную, про освящающую благодать, конечно, она принимается уже при крещении в истинной церкви, вот, но сама то, что человек уверовал во Христа, что он Сын Божий, это также действие благодати, только призывающий благодати и обращающий, как-то это же в Писании прям не может человек, как только Духом Святым не может он везда принять, это же тоже есть такое. Да, вот это как раз и есть от такой благодати, но это его еще не спасает, как правильно говорит Наталья, то есть он еще нет, не в разряде спасаемых находится, еще разбойник на кресте успел. Так, прочитаем, что говорит Игнатих С чего начинать сегодня батюшкам, если они поняли всю трагичность положения в православной церкви? В первую очередь они должны согласиться, что не имеют духовного рождения и должны родиться свыше, то есть от Бога, через Слово Его, и к этому же рождению приводить свою пасху. Кого-то Слово Божие коснется, и эта душа останется, и с ней придется заниматься конкретно, проходя новый завет главу за главой, потолкование обычной протойной дорогой акафистов, пение кондаков, все же следует признать, что жизнь дается только Слово Божие. Недостаточно слышать, надо еще оставаться и учиться. Если пастор не рожден духовно, это вообще ничего не поможет. Может быть будет трудиться на духовной ниве кто-то из мирян, но как правило священник сторонним наблюдателем не остается, он сразу начинает преследовать, гнать любителей Слова Божия, наклеивать им ярлыки. Бороться с таким пастором не нужно, за него следует молиться, приглашать на свои занятия. Если уже ничего не осознает, Бог может просто его убрать. Недостаточно слышать, надо еще оставаться и учиться. Сегодня люди боятся слова раскол, а его бояться не нужно, и до отделения даже раскол бывает полезным. Деяние 19.9. Но как некоторые ожесточились и не верили засловия «Путь Господний перед народом», то он, оставив их одея учеников, ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Главное, чтобы соследователь Слова Божия был страх Божий и связь с епископом, который не является отступником, ибо недостаточно слышать, надо еще оставаться и учиться. связь с епископом, не являющимся отступником, а где это, где это, как сказать, термометр этот, как проверить отступник, не отступник, сейчас они все отступили от Евангелия, все поперек делают. Ну, значит, отступником, мне кажется, имеется в виду изверженным. Ну, то есть отступник уже все, он открыто стал проповедовать его извергли. Ну, они все сейчас достойно извержение. Разве не достойны, да? неизвержены. Так, а чтобы не может это рассудить. Бандит, бандита, разве будет разжаловать? Они друг друга наоборот себя поощряют и все такое. Ну, видишь, это мы просто залезем и куда не можем, что познать не можем. То есть мы не можем, правильно что говоришь, как рассудить? Никак не можешь ты это рассудить правильно, кто достойный на Божье произволение. То есть мы это на Бога уповаем. Потому что мы не можем это рассудить. А если бы могли, тогда бы другой вопрос. Ну, канон-то есть же, ты отойди от него, например. А вдруг, ну, не только канон. Писание говорит, если он тебе говорит, ну, много там есть места, если он тебе вопреки Писания учит, пускай там даже ангел с неба, да будет ему анафема. Вот сейчас мы можем запечатлеть даже Кирилла Патриарха и всех остальных, потому что они вопреки постоянно, постоянно, перманентно анафема и все по Писанию. Ну, так и он просто сам под анафемой становится, а действует благодать через него. Он сам себя извергает из церкви. как этот, сколько было, вот, Христос родился тоже нечисто, не от чистого древа, сколько там было всяких преступлений и незаконного семени, но он не все равно обетование это совершилось, если обетование есть, Петр на семь камней основал церковь свою, основу церкви, врата недолитую, это обетование действует, оно не отменяется, то есть грехами людей, просто не отменяется, ересь это тот же грех, если ты говоришь о ереси какой-то, к примеру, это тоже плотской грех такой же, если это Бог в том и сохранится, в том и будет то, что все окончательно отвержено, то, что будет потеряно рукоположение, то есть и многие такие поместные церкви же исчезли, то есть Господь их уничтожил эти церкви, потому что именно по недостоинству, но пока у нас сохраняется от рукоположения, значит Господь еще не ответ, то есть там еще обетование Божие действует, но не отменяется. Нет, не могу согласиться, потому что были времена, что практически вся церковь была арианская, но еретическая, так же там и служили, и все рукополагали, ариане, сплошные ариане. Ну, один там был же, не ариане. Все сохранялось ради него, сохранялось ради него. Это понятно, сейчас тоже есть достойные, как бы, я не знаю, священнослужитель, ну, ну, как и священнослужителем, вот, взять отца Акимова. Ну, вот, мы такие, мы можем только что видим-то говорить, а по поводу благодатной или неблагодатной, вот это мы не можем на себя брать, никогда, просто, сохранено рукоположение, мы не можем это просто сделать. Это просто как, не, ну, даже и на технице советует, если ты знаешь точно, что он там какой-нибудь там, ну, например, у него ориентация проблемы, то лучше к нему не ходить, к этому, священнослужитель. Ну, да, тоже другие есть, что ходить так, к нему. А если бы не было других, другой вопрос. просто он-то в чем смысле не ходить, это не значит, что через него не идет, то есть он не безблагодатный, а в том, чтобы, ну, он даже просто своими словами, своими действиями тебе просто, и вообще оценит соприкосновение, тебе вредно будет, просто очень это пагубно, зачем это надо-то. Но это как вот ходить, допустим, одно дело, то есть та же самая благодатная, да, вот, отец и Аким, то есть служит литургию, тело и кровь Христа, все ее принимают, все там находятся у них в церкви, в храме. Это одно дело. А другое дело в Московском Патриархате, то же самое, тело и кровь Христа, та же самая, ничего не отличается. Но там ты будешь находиться в Московском Патриархате, ты будешь расслабляться, то есть у тебя начнутся вот это, ты будешь воспринимать от этого прихода все его плохие стороны на себя. А там ты будешь все хорошие на себя воспринимать. Понятное дело, что полезно ходить туда, а сюда не полезно по сравнению. Но если ты не имеешь куда ходить, то тебе деваться некуда, ты ходишь. Так же и здесь. Это с рассуждением надо. По совести тогда ищите епископа в церкви. Да. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое себе помазание учит вас всему, и оно истинно не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Верно. Вот это, если помазание от крещения, получив рождение свыше, этого сохранить, никакой грех не совершив, то есть внести себя, то и Господь так и ведет действительно духом своим. Человек просто удаляется от всего злого, и все божественное наоборот к нему тянется. И он это просто чувствует, что и как толковать, как поступать. Но многие вещи, видишь, допустим, толковать, это дано определенным только людям. Другим людям, чтобы другое дано. Поэтому учителя церкви есть, чтобы растолковать. Они растолковали, допустим, апокалипсис, никому не давался там 5-6 веков, по-моему. А потом появился, родился Андрей Кесарийский, и Господь ему открыл это место. И сейчас, в писании много есть мест, которые еще не растолкованы. Допустим, сейчас вот найду это место и спрошу людей. Кто, кто знает, допустим, не говорите. Кто знает, вот непосредственно отогнать Тихоновича. Потом разберем сейчас. Вот. Я есмь дверь, кто войдет, но и тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вот это место писания, а святые отцы ничего не говорят об этом. Что это означает? Как это? Я есмь дверь, кто войдет, но и тот спасется. И войдет, и выйдет. Что значит и выйдет, и пажить найдет? Есть у кого-то какие-то по этому поводу ответы? Вот по этому вопросу молился непосредственно Игнать Тихонович, чтобы было открыто и было открыто в итоге. Что это означает? Почему и выйдет, то что значит и выйдет? Ну, если не знает, я вот расскажу, Игорь Думынов мне рассказывал, что это означает, что вот кто верует, войдет, то есть, мною, тот спасется. То есть, войдет, то есть, он, как бы, будучи рожденный свыше, и выйдет, это значит, выйдет на проповедь. Уже будучи, то есть, это выход на проповедь. И пажить найдет. Так, сейчас слово значение пажить точно и узнаем. Как это можно понять? Пастбище. Да, пастбище. То есть, найдет, получается, людей еще. То есть, выйдет на проповедь и еще людей найдет. Пастбище, вот это, которое для Христа. Овец имеется в виду. Пастбище овец. Пастбище овец, да. Вот это же место тоже никто не растолковал. Да, правильный вход через крещение в церковь, то есть, дверь через Христа в церковь, Дух Святой посылает на Боговесть, как в деянии апостолов. Вот все правильно, да, это именно вот такое значение. Но не открыто же было отцам это, но они не растолковали это. Ну, Игнатий Тихна так говорит, что либо человек, рожденный свыше, либо человек, движимый духом святым, вот как Пеофан Затворник, да, раз не было учения о рождении свыше. То есть, все, что было первые, во вторые, третьи века, зарыли, вот, благодаря появлению монашества, поэтому нет рождения свыше. Рождение свыше, когда получается? Когда и есть проповедь, да, проповедь по Слову Божьему. От проповеди чада в церкви рождаются новые дети, а ее нету, откуда они будут рождаться? Они все вот помирают, помирают, и одни бабульки остаются. Ну и апостол Петр говорит, как возрожденный неотленного семени, а от нетленного. Слово Божье, живого и пребывающего век. То есть, возрождение от Слова Божья происходит. То есть, рождение должно быть не от хотения жены и мужа, да, от плоти, от Слова Божьей, от проповеди. Это же от слышания Слова Божьей. Человек услышал и принял, а есть кто-то не услышал. Сейчас вот это, к слову, голосовые помощники, ну я смотрел вчера ролики, голосовые помощники есть, там, Амазон, там, вот это все. И люди проверяли верующие, ну там, может протестанты в Америке или где на Западе. Они задавали вопрос, кто такой Аллах, там, раз он голосовой помощник, там, кто такой Будда, ну и всех вот этих вот. А кто такой Иисус Христос, молчание вообще. Либо этот, а, еще сказали, этот персонаж вымышленный. Все, понимаешь, вот что, какое вот. Антихристианская тема какая. Дух антихристов. Вот Лопухин вообще, у него и толкование, это тоже все читал, который там есть у него. Но видно, он, конечно, не святой отец, поэтому, это тогда правильно, он тут толковал. Но вот многие места писания, он толкует, как будто это к нам никакого отношения вообще не имеет. Это мне не нравится. Он толкует, как это, ну как о прошедшем нечто. Хотя, там, многие суть, там, многих явлений, там, происходящих, вот эта история всего, там, этого он хорошо знал, кто-то все изучил, и в толкованиях это описано. Но вот мне все равно его толкование не нравится. Это дух, это дух семинарский и академия, ну там, в школах духовных, так называемых. Это общее такое настроение, что это как будто история, оно все кануло в лето, это все писание, короче, это все уже, ну, это сказки про белого бычка. Вот такое, прям, понимаешь, отношения. Да-да-да-да-да, то есть я просто прочитал, и мне ничего не дало, вообще. Ничего не дало, самое основное, это епископ, его воля, его слова, его там, повеления, вот это, вот это, да, вот это наше, это то, что живое, это то, что нужно исполнять, там, и все такое. Да. Ну, давайте, братья, помолимся. Все, сегодня хватит. Так, сегодня будет молиться. Кто еще не молился? Напишите. Ну, сейчас по второму кругу пойдем. Олег, Олег, брат Олег, тебя сдали. Все. Да, но у меня проблемы с микрофоном, у меня в ноутбуке, поэтому я наклоняюсь низко, чтобы говорить, что слышно меня было. Да нормально тебя слышно, не наклоняйся. Так нормально слышно? Да, да, хорошо слышно. Достойно. Достойно я тебя к воистину блажит тебя, Богородица, пресноблаженная, пренепорочная. Матерь Бога наша, честнейшую хирургин, и славнейшую, без сравнения, серафим. Без истления Бога, Слова родшего, сущий Богородица, тебя величай. Молитесь. Господи, благодарю Тебя за занятия, которые Ты проводишь, которые собираешь нас в чате, чтобы изучать Слово Твое Святое. Господи, благодарю Тебя за то, что привел меня в этот чат, соединил с братьями верующими и читающими Слово Твое. Благодарю Тебя, Господи. Слава Тебе, Отец, Сын и Святый Дух, во веки веков. Аминь. Аминь. Все, благодарю. Аминь. Спаси Христос Бога. Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спасибо Христос.